Я очень благодарен создателям фильма, что дали мне возможность сказать пару слов о том светлом человеке нашей гордости осетинской и не только осетинской, но и всех народов, проживающих на территории, я думаю, России и Советского Союза, который был удостоен дважды звания Герой Италии. Помимо этого, у него было множество орденов итальянского сопротивления. Он был небольшого роста, такой мягкий человек, и походка такая у него была, ну, маленького роста, щупленький такой. Я про себя думал, как этот человек мог быть героем? Как мог быть дважды героем Италии, получить две золотые гариболийские звезды? Что же за сердце, что же за твердость характера в нем сидит? И только с годами я понял, почему он был такой, потому что от генетики не уйдешь, он был осетин. Поэтому он так и так героически себя проявил, как все наши предки. Он остался осетином до конца своих дней. Он был очень порядочный человек, очень честный, очень скромный. Были такие случаи, один раз я приехал в Москву, и он меня попросил, ты можешь, говорит, купить золотые звезды? Я говорю, сколько? Он говорит, 400 штук. Ну, я пошел, купил звезды, он говорит, поехали со мной. Мы приехали в гостиницу Варшава, зашли в зал, где сидело 400 итальянцев. И когда он зашел в зал, все встали и все кричали «Сандро!». Я был так впечатлен этим, что я почувствовал себя частью вот того великого, частью того хорошего, что есть в нашем народе. Такие вещи не забываются. Он мечтал иметь домик в родном селе Катгарон, но у меня тогда не было таких возможностей. Я был очень бы хотел ему купить или построить тот маленький дом, но у меня не было возможностей. Есть такая черта у нашего народа – быть благодарным. Тогда не смог, помоги, сейчас сделай что-то. И не только из-за того, что чувство благодарности, но чувство того, что наша молодежь должна знать своих героев. В итальянском сопротивлении командиром всех гарибальдийских бригад был Луиджи Лонго. И он правой рукой Луиджи Лонго был секретарем Коммунистической партии Италии. В то время Коммунистическая партия Италии была вторая по численности после Советского Союза. И когда он вернулся, ну, как все люди, которые были в плену, он подвергался всяким там. Он до Москвы окончил Прихановский институт, а после, как он вернулся, он работал сторожем в домоуправлении и жил в полуподвале. И вот, как он мне рассказывал, в одно утро, говорит, в дверь постучали, я, говорит, понял, что это за мной. И, говорит, жене, я говорю, быстро собери мне вещи. И когда они зашли, они сказали, не надо никаких вещей, поедем. Приехали, говорит, мы в Садуновский бане в Москве. Там, говорит, меня искупали. Потом повезли меня в ГУМ, в первую секцию. Купили мне два костюма, рубашку, галстук. То есть, одели с ног до головы. И я, говорит, думал, неужели вот сейчас так расстреливают, что уже искупаны в новой одежде. После этого они его повезли на Кропоткинскую. Вот это ваша двухкомнатная квартира. Вот этот москвич тоже вам принадлежит. Я, говорит, был в шоке, что происходит. Потом меня повезли в Галантерейну Бау, сказали, вот здесь уже два года работают директором. И оттуда повезли в итальянское посольство. И Луиджи Лонга лично прилетел, чтобы ему вручить две золотые галебальдистские звезды. Это был уникальный человек, уникальной храбрости, уникальной отваги, уникальной скромности. И человек, который сохранил в своей душе вот те хорошие традиции, которые есть в нашем народе. Такие люди не должны быть забыты. И он должен быть в сердцах всех осетин. О нем должны знать все. Потому что второго такого героя иностранного государства дважды нету ни у кого. Вот. И я с очень большим удовольствием сделал то, что сделал. Выступил инициатором вот этого проекта. Сделал памятник, который предлагали его поставить и во Владикавказе. Но так как он хотел, он был близок к своему селу, к родному, решили поставить его там, на аллее героев. Я горд, что принадлежу к этому народу осетинскому. Я горд, что я частица того, чтобы в нем был вот тот дух. И я всегда это помнил. И вот на моем жизненном пути я всегда старался быть похожим на него. Потому что, ну, это действительно яркий пример мужества, благородства, честности и справедливости. Вот за вот это было, когда заходили меня, 했는데, опять же я читал мои видео. Мы показывали, как нам было там с родителями. Тогда мне нужно было этим小心, б". Они мне вовлевали. Когда мы говорим, что они не могут быть ни в чем, ни в чем. Женые люди хотят узнать, что они не хотят. Когда мы обладали, что они не хотят, что они не хотят. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...